Ролик выходит при поддержке группы «Токсидермия». Полагаю, пришло время сказать что-то внятное про Костю. У меня появился еще один образец, тоже собака, но досталась мне она куда проще, чем первая башка. Друзья нашли ее насаженной на палки в чистом поле и притащили ко мне уже в таком виде и с неполным комплектом зубов. Перед извлечением я сделал снимок. Запечатлил последовательность, в которую буду вклеивать их обратно на место. Это нужно сделать обязательно. Без клея они рано или поздно выпадут. Даже сейчас большинство из них вытаскивается легко и просто, чисто пальцами. Единственное, что с малярами пришлось повозиться. Без инструмента у меня не получалось. Нихуя себе корни, смотри. Вот это корни. Блять! Порядил? Ну да, сломал один корень. Ну ладно. Все зубки требуют первичной очистки. Как и черепушка. Землю и крупные шматки отмерзшей ткани я оставил в реке. Не тащить же все это в дом, ей-богу. Так как кость пережила на себе весь цикл разложения, то этого, само собой, недостаточно. Этот экземпляр является репетиционным, моим первым. Я заранее условился сам с собой, что буду ошибаться на нем. И ничего в этом страшного нет. В общем, главная цель – наформить опыта на этом черновике. А там как получится. Ну, разумеется, что после речки он нифига не очистился. Поэтому, когда я пришел домой, я еще и в сфере отпидорил. Так что сейчас он максимально чистый, приятный на ощупь. Мне очень нравится. Но на этом останавливаться не будем. Я хочу его отбелить. Будем уйти сейчас процедуру отбеливания. У меня все для этого есть. И сейчас я вам покажу, что нужно сделать, чтобы кость превратить в идеально белую. Зубки. Все, что есть. Тоже чистенькие, охрененно твердые причем. Проблема в том, что у этой особи был только один клык. Ну, что с ним делать. Будет один. Ну, мне нравится, как они звучат. Как камушки. Кальций хули. Прекрасно. Интересно то, что он состоит из нескольких секций. Некоторые довольно подвижные. Потому что внутри носа я раздробил весь хрящик. Может быть, они как-то его держали, вот эту фракцию. Но сейчас она болтается. Но не сильно, она не выпадет, я уверен. Ладно. Приступаем к процессу отбиливания. Для процедуры нам понадобится литр перенеси водорода. Трехпроцентный у меня. Ну, я не знаю, литр хватит, я думаю. Куда больше. Дальше все это будем замачивать в посудине. И нужен еще один элемент. Очень важный. Это марля. 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 Как будет проходить процесс. Мне нужно сейчас весь череп обмотать этой марлей. И потом запихнуть в перекись на три дня. И в течение вот этих трех дней я буду проверять и смотреть уровень белизны, какой меня устроит. Может быть, и раньше закончу. Ну, наверное, хочу добиться максимально возможных результатов. Поехали. Так, ну, наверное, я думаю, нужно все дырки забить. В чем прикол марля? У меня нет столько перекиси, чтобы погрузить череп полностью. А марля будет впитывать эту перекись и распространять равномерно. То есть, получается, процесс будет проходить равномерно везде. Вот. Где еще дырки? Вот дырки. Пористый стал. Какой-то. Блин. Главное, не сломать сейчас ничего. Ай. Ну, значит, я думаю, этого достаточно. Может быть, даже и переборщил. Посмотрим. Первый раз делаю, поэтому самому интересно эксперимент. Так. Ну, а теперь просто заливаем все перекисью. Я думаю, прям на темечку ему буду капать. Да что ты, ёб твою мать. Ну, я думаю, за три дня он литр не впитает, поэтому оставлю здесь. И не забыть, главное, туда зубки. Тоже. Тоже будут белые. По всем этим таксидермическим премудростям консультировал меня Никита Грач. Он, правда, в основном по птицам специализируется. Но не только. Если интересно заценить его коллекцию, то ссылку я оставил в описании. Важное замечание. Выполняйте эту процедуру в перчатках. Иначе вам пизда. Моим пальцем пришел пиздец. Зорка, блядь, помогай. Ты доволен? Нет, блядь, мне больно. А кто это у нас здесь? И что это они тут делать собрались? Короче, это нос. Это жопа. Это промежуток между глазами. Ну, они все как бы приблизительно 5-6 сантиметров. Длину 24. Я задумался, а где же хранить черепушку? Не будет же она просто так валяться на полке. Это не дело. Нужно скрафтить для нее какую-нибудь подставку. Вот сейчас думаем с рамой. Как реализовать эту нехитрую затею? И из чего? По классике полезли по загромам. А вось во втором гараже завалялась подходящая деревяшка. Там много-то не нужно. Вон, кстати, будущие тотемчики сохнут. Ждут своего часа. А, это тоже сантиметровое? Нет, побольше. Полторашка. Ну, полторашка сойдет. Ну, хватит решили. Сколько там был? 24. Хватит там. Ну, в принципе, держать будет. Да, хуй толку. Далее, возьмем здесь все. Да. Короче, остановились на фанере. Раз черепушка пробная, то и благородные породы решили попридержать. Определившись с формой, рама принялся за работу. Хочется, чтобы и платформа была тактильно приятной. Округляем все острые участки. Держаться череп будет на двух точках. Одна из которых выполнена в форме рогатины. Это для надежной фиксации. Все элементы склеиваются между собой. Но не к площадке. Пока рановато. Для начала заготовим упоры. Пока клей возьмется. Туда-сюда. На это нужно время. Ну, а там дальше видно будет. Расстояние между столбцами будем подгонять непосредственно под череп. Изи катка, да, Рамыч? Прошло три дня. За это время у нас уже снег успел выпустить. Это еще он подтаял. Вчера вообще зима-зима была. А что, уже скоро холода. Блин, так неохота. Раскупориваем пациента. Вот как я его положил, так и не трогал. Интересно, насколько сильно он высветлился. Хотел контролировать процесс отбеливания, но в итоге забил. Решил добить до максимальной белизны. Так. Что-то я не понял. Зубы-то норм. Поменялись. Беленькие. То, что нужно. А вот черепушка ни хрена. Как так? Почему? В пятницу Рама продолжил доводить подставку. Финишная шлифовка. Минусуются все сколы и заусенцы. Подготавливаются отверстия под крепление. Гарантия того, что мы не столкнемся с неожиданной трещиной в самый неподходящий момент. Остальную часть работы мы выполнили в тот же день, вечерком на стриме. Кстати, классно потусили тогда. Всем, кто залетал, респект. Тогда и подставку закончили. Добавили гравировку, закатали все вултипраймером. Да и вообще отдохнули душой. Если тоже хотите окунуться в эту атмосферу, милости прошу. Мы обычно по выходным подрубаем поток. Так что колокольчик в помощь. По итогу у нас голая деревяшка и голые кости. И это только начало. Я не знаю. Я хотел билее. Как мне объяснили, именно из-за того, что он гнил сам по себе, черепушка впитала весь жир и все вот эти разлагающиеся элементы. Именно они не пустили перекись внутрь и ничего толком не отбелилось. Кроме зубов, кстати. Зубы охеренно белые. Да, к зубам вообще никаких претензий нет. Аж глаз радуется. К этому моменту я уже чекнул все тематические группы ВКонтакте. И наткнулся на группу таксидермия. Вот это я понимаю уровень. Есть с кого брать пример. Ссылку я оставил в описании. Зацените, как это должно выглядеть в идеале. Ну а я... Ну а чё я... Я только пробую. Понятное дело, что я его просто так не оставлю и буду дальше над ним изгаляться. Разрисую, как захочу. И заодно разрисую подставку. Хоть она и пропитана, и красивенькая такая, я хочу всё-таки сделать её в тон росписи черепа. И всё это вместе должно гармонично смотреться. Ну, в моих мыслях, как я планирую. А как получится на самом деле, это мы увидим чуть-чуть попозже. И зубы вкли попозже, потому что... Ну, потому что не всё сразу. И так видос здоровенный получился. Классно, что досмотрели до конца. И раз такое дело, прошу оценить ролик лайком. И жду ваших комментариев. Напишите, как вам такая движуха. Ну а мне разрешите откланяться. До скорого.